Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 12 ноября и очередную тему огородной азбуки я решила сделать о длительном хранении томатов. Потому что всем хочется сохранить свой урожай как можно дольше. Особенно больше всех хочется это нам, тем кто живет в сибирском регионе, в других холодных регионах. У кого лето очень короткое и у кого в сентябре, в октябре уже заморозки и уже зима. Вот сейчас 12 ноября у меня за бортом минус 23 градуса. Все покрыто снегом, я живу в Алтайском крае, в Биске. Это значит, что у нас уже полностью зима, ну 23 градуса это уже глубокая зима. А здесь царство томатов у меня, царство свежих моих овощей. Я сюда уже спускалась, недели две наверное назад показывала. И после этих видео, я снимала видео, приглашаю на экскурсию в свой подвал. И вот после выхода этого видео, меня заварили вопросами, какая здесь температура, почему они у меня так долго хранятся. Больше всего спрашивают люди, что мне очень странно. Они не хотят узнать условия хранения, хотят узнать, зачем столько много. Я уже одной девушке объяснила, объясню сразу всем. Я просто рационально распределяю свою нагрузку. В то время, когда все солят, маринуют. У меня заготовка семян, мне некогда заниматься, ну вот готовить солонины всякие. И я часть спускаю сюда, для того, чтобы потом спокойно можно варить кетчуп, можно варить лечо, можно делать все те заготовки, где вкус и сладость томатов не сильно играют большую роль. Ведь летом, мы когда кушаем, нам важно, чтобы они поспели на кусту, чтобы они были сладкие. А когда мы варим лечо, например, мы все равно добавляем туда сахар. И никак не сказывается на качестве, из чего мы делаем. Вот эта вот томатная заливка, из чего? Из свежих томатов, которые на кусту созрели или из подвала. Поэтому я сейчас вот томаты спеют. Я как раз смотрю, какие дольше хранятся. И понемногу, хотя бы раз или два раза в неделю делаю по одной заготовке. Варю, давлю сок. Ну там, что нужно мне, то и делаю. Поэтому не расстраивайтесь. Некоторые пишут такие комментарии, что у вас что детдом, у вас что рота солдат. Просто я рационально веду свое хозяйство. И ваши вопросы вот эти вот вообще неуместно считаю. Если вы этого не понимаете, то мне очень жаль. Дальше. Так какая все-таки температура должна быть в подвале? И сколько будут храниться томаты вот здесь у меня? До какого времени? Сейчас я все подробно буду объяснять. Вот поэтому я сегодня спустилась в подвал с штативом. Буду все вам показывать. Буду все вам рассказывать. Я уже снимала несколько видео о том, как сохранить свой урожай. Как подбирать. Какие лучше, дольше хранятся. И вот в конце лета, 13 августа, я уже снимала на эту тему видео, снимала видео, какие томаты нужно снимать на дозаривание. И вот там я говорила, что томаты сохраняются лучше мелкие или пальчиковые. Вы видите, у меня здесь нет крупных сортов. Вот все мелкие или пальчиковые. Потому что крупные они текут. Я все это уже говорила. И дольше хранятся именно те, которые или бурами мы укладываем, или в фазе молочной зрелости. Спелые томаты даже в подвале долго храниться не будут. Больше недели или двух они не долежат. Они же настоящие, натуральные. У них естественный процесс. Я вот потом там дальше покажу. Там есть алые свечи и смесь, где я положила спелыми. И они вот, к сожалению, испортились. Я не смогла их кушать, потому что сидела на диете. И до них руки не дошли, на переработку не ушли. Все они испортились. Ну, не все там покажу вам сейчас. Вот, значит, укладывать лучше или зеленые, или в фазе молочной зрелости. Буренькие. Ну, вот такие, но не спелые. Совсем зеленые у вас пролежат очень долго. Месяц или даже больше. Но это, конечно, отражается на их вкусе. Естественно. Но, опять же, я вам сейчас хочу сказать, сорта есть разные. Некоторые вызревают так, что даже не поймешь, то ли они в подвале поспели, то ли они поспели на улице. Если все-таки, ну, наверное, это зависит от сорта. Я не знаю, от чего. Некоторые пробуешь вкусные, некоторые как трава. 7 октября я еще раз снимала видео, как я отбираю томаты для хранения и как хранить томаты, при каких условиях. И вот люди, которые задают вопрос, как вы храните, при какой температуре, все это я уже рассказывала. Ну, вот для тех, кому неохота отлеснуть назад, скажу еще раз, что я и в том видео рассказывала и повторю, что есть два режима хранения. Если вы хотите, чтобы у вас побыстрее поспели томаты, вы их должны оставить при комнатной температуре 20-25. Через две недели обычно все томаты дозревают. Если вам нужно употреблять сейчас. Если вы хотите для зимнего хранения, вот как я, вот так вот, то температура должна быть 5-10 градусов. При такой температуре они хранятся и месяц, и больше. Вот эти у меня сняты в конце сентября некоторые, некоторые в начале октября, уже лежат второй месяц. Все зеленые дозрели, все, которые бурые, тоже, конечно, не поспели. Температура здесь у меня, не знаю, видно вам или нет, 8 градусов. Конечно, когда мы строили дом этот и делали себе подвал, мы не делали его специально для хранения томатов, но он идеально подошел именно для хранения. И вот температура попала в тот диапазон от 5 до 10 градусов, а у меня 8 здесь. Она как раз попала вот в этот вот диапазон, который идеальный для хранения вот не только томатов, а перцев тоже. Я вам сейчас вот покажу. Вот смотрите, сейчас опущу. Некоторые томаты, вот, например, у меня тут, какой же это, банан желтый, снятый 5 октября. Я его снимала весь зеленый. Смотрите, он вызрел, видно, что нет ни одного. Вообще без единого, без отхода, даже единственной помидорки. Это значит, здесь для них... Ой, я попалась в эту, в клеевую ловушку для мышек. Тут муж расставил. Мама, подождите, отлеплюсь. Ммм, ужас. Теперь я буду приклеиваться, ну ладно. Я сейчас туда пройду и покажу вам, какие сорта хорошо сохранились, какие нет. Вот все, что нужно знать про хранение томатов, я сказала, что должна быть температура, если для длительного хранения от 5 до 10, для кратковременного хранения, для быстрого созревания, нужна температура выше 20, 20-25, ну вот сколько у вас будет. Так, что еще сказать? Так. А, да. Когда я месяц назад разбирала их, рассортировывала, и говорила, что я вот сейчас укладываю зеленые томаты, я вот показывала монгольский, карлик укладывала, и говорила, что они у меня прохранятся целый месяц. Многие, конечно, не верили, как это, томаты будут храниться месяц, но я вот сейчас подтверждаю свои слова вот этим видео. Сейчас я туда проберусь, потому что я здесь еще ничего не это, сильно-то не меняла. Вот показала вам... Блин, теперь ловушка такая защелкнулась мышиной. Ну что это такое? Вот еще хочу показать перцы. Вот последние перцы, которые самые-самые большие укладывала. Зеленые. Они тоже, смотрите, как хорошо дошли. Еще перец хочу похвалить. Вот перец бутуз, который был полностью зеленым, уложила, поспел без единой потери. Видите, какой сохранность идеальная, вообще прелесть. И мы когда зимой уже говорили об этом, что как бы вот сохранить подольше, и смотрите, какой он, он не вялый, он прям как с куста. Я уверена, что он вкусный. Буду фаршировать, продегустирую, расскажу вам. Мы когда об этом заранее уже говорили, еще раньше писали всякое. Кто-то моет в марганцовке, кто-то опрыскивает фитоспорином для длительного хранения. Я из-за того, что у меня нет совсем времени, не делала вообще ничего. Мне нынче помогло то, что у нас было сухое лето. Я их сняла сухими, загрузила сюда. И то, что было сухое лето, они, вероятно, никаких грибковых заболеваний даже в зачатке не было. Ой, у меня уже ноги замерзли, здесь холодно. Хорошо, что я еще когда была молодая, много свитеров навязала шерстиных, теперь они меня спасают при работе в подвале. Вот кто-то говорил, что сейчас залезем наверх. Люди же такие в кавычках добрые все. Ой, наверху уже все сгнило у вас. Все там, не будет ничего. Сейчас наверху достану, покажу. Так, я потом сейчас поближе поднесу вот Казанова с теплицы. Вот очарование, про которое я, когда снимала видео, показывала, как я подбираю томаты. Снято 7 октября, второй месяц хранится. Одна помидорка начала портиться. Остальные все, не знаю, видно вам или нет, поспели из зеленого, порченных нет. Одна испортилась. Я сейчас пройдусь, выброшу плохие. А, вот что говорила я про мелочи. Кстати, вот здесь вот у меня есть перец, новолом который. Спеют какие-то вот гиковины и карамель, что ли. И все остальные, вот что были в ящике. Так, тут богатырь, оранжевый бык, Мирика, Этюд, Калифорнийское чудо. Все поспели, ну, по крайней мере, дозревают уже. Один перец испортился, но у него была трещина. Вот видите, значит, я просмотрела. Вот что хотела сказать про малышей. Видите, мелкие томаты как хорошо хранятся. Тут смесь просто написана на хранение. Всякие разные. Тут вот, наверное, черный мавр какие-то еще. Ну, пальчиковый, не знаю я тут все на свете. Ни одной плохой помидорки. Кстати, дозревает Рамиру, ну, очень-очень сложно. Весь еще зеленый, еще ничего у него, проблесков даже нет. Что еще вам показать тут? Ой. А, и хотела показать, какие плохо похранились. Вот смотрите, я говорила, что спелые не нужно опускать. Опустила в теплицу розовые свечи, нижний ряд зеленые положила, последние сорвала, а верхние спелые. И так как до них руки не дошли, я их не тронула. Зеленые лежат нормальные, а спелые начали портиться. Ну, как обычно, начинается пятно и все. Еще хочу показать. Ой, один. Вот здесь лоток, тут смесь просто была навалена спелых. И среди них пузата хата. И вот, кстати, пузата хата сохранилась идеально. Вот она, вообще, как игрушки. А остальные спелые немножко начали, как это, смякли, смякли и потекли. Их тоже я сейчас уберу. Вот кто-то идеально прихранился. Тут у меня перцевидный, желтый, без единого отхода. Так, делаем выводы по перцам и по томатам. Если вы можете создать идеальные условия для своих перцев, томатов, то есть температуру в диапазоне от 5 до 10 градусов, то они, скорее всего, могут прохраниться и месяц, и два. Сейчас хотела еще перцы из нычка показать. Ой. Сейчас вот так поставлю, чтобы видно было вам перец из мешка. Вот этот перец, он вообще был смесь, но всякий разный. Я вам говорила, что просто уже в мешки складывали все последнее. Очень много поспевших. И что самое главное, они не только спеют, они, как сказать, в таком свежем виде, кажется, что их только что сорвали. Вот здесь тоже все у меня на валу, все поспели. Ну и повторюсь еще раз. Если вы хотите, если вы сможете создать идеальные условия для своей продукции, то они могут без всяких обработок и месяц, и полтора сохраниться. Главное правильно отобрать плоды для хранения. Вот. Не надо класть спелые и не надо класть больные. Все. Потому что те, которые были спелые, у меня подпортились, а те, которые были зеленые, вот сейчас ноябрь, а не только еще некоторые созревают. Кстати, монгольский карлик сейчас, я же обещала. А, вот еще, смотрите. Пурпурный колокол только с вами. Только начал, видите, вот такой был. Только начал краснеть некоторые. Очень туго думали, поэтому я сказала, что я его на будущий год не буду садить. Веньки последний тоже начал краснеть. Хорошо прохранился, кстати, южный загар. Вот чуть-чуть начинают, некоторые точками, я его сейчас возьму кушать. Хорошо вот эта вот мелочь хранилась. Это у нас то ли добарао, то ли... Ага, добарао черный мелочь. Несколько испортилось, остальные целенькие. И про монгольский карлик сейчас еще скажу. Вот монгольский карлик, который я специально садила позже, чтобы хранить. Некоторые еще совсем зеленые, но все целые. Выборочно начали спеть. Мне кажется, вот эти томаты, которые я специально позже высаживала, чтобы специально хранить, мне кажется, вот эти могут долежать, может быть, даже до Нового года. Так, это у нас кто? Это все перцевидные. Вот больше всего я же перцевидных и кругленьких, маленьких ложила. Ну, по крайней мере, через месяц, даже полтора уже, через полтора месяца, после того, как я их сюда уложила, большая часть томатов и перцев цела. Но лучше всего, еще раз вам повторяю, что лучше всего сохранились именно вот перцевидные, пальчиковые, некрупные. Никаких отходов вообще нет. Представьте, сейчас пойду, сделаю такой вкусный салат с южного загара, он же мясистый такой. Потом вам скажу, вкусный он был или нет после хранения, потому что я его укладывала почти зеленым. Возьму сейчас перца, возьму томатов, возьму свежего лука и сделаю себе салат. До свидания. Я надеюсь, кто хотел, кому нужна эта информация, тот для себя что-то вынес, какую-то пользу. Ну, а кому это не нужно, просто посмотрите, какая красота, когда на улице 23 градуса мороза. Все, до свидания. Продолжение следует...